Я много поездить успел и по миру, и по России, и жил на Алтае, и жил в Казахстане. И вот то место, которое в сердце занимал Омск, оно ничем никогда не заполнялось. И я вернулся сюда, и здесь я чувствую мое место здесь. Омск – это красиво, но сделать его лучше – это в наших силах. И было бы хорошо, если бы каждый, каждый с пониманием внес свой возможный вклад, и мы бы смогли сделать для себя наш город намного краше, лучше. Валерий Евстигнеев – руководитель благотворительного центра «Помощь детям Радуга». Занимается благотворительностью более 20 лет. В марте 2018 года построил первый в Западной Сибири детский палеотипный центр. Ну, наверное, как и у всех мальчишек, в детстве есть свое хобби, своя мечта. Первая моя «Ява», которую я купил, получив страховку за то, что разбивался на мотоцикле. И потом у меня была мечта – хороший мотоцикл. И был у меня МЦет 250, чехословацкий мотоцикл, спортивный, новый. Это был первый импортный мотоцикл в Омске. И вот в клубе, где я занимался мотоспортом, в свободное время можно было мастерить, конструировать. И вот из деталей детского велосипеда с бензиновым мотором я сделал такую первую собаку себе. Вот моя самоделка первая. Учился я, пытался я поступить в Санкт-Петербург, в то время еще Ленинград, институт киноинженеров. Но учиться пришлось в Омске, в технологическом техникуме. Я по специальности, по образованию, я технолог фото-производства. Но фотография, видео – это мое, что ли, хобби по жизни. А в бизнесе я пошел работать из-за денег. Ну, было понимание, была смекалка, и я очень хорошо утвердился в бизнесе. Бизнес-направление «Зерно-мука». И мы обеспечивали города Дальнего Востока, хлебозаводы, комбинаты мукой с нашего региона. Сибирь, Сомска, соседних регионов. И мы обеспечивали полные объемы поставки на хлебозаводы, на кондитерские комбинаты. У меня был очень жесткий график отгрузок. Я в месяц грузил по 12 вагонов, по 15 вагонов. Я отправляю вагонами, я на этом зарабатываю деньги. Я ездил тогда на джипе, я живу в центре города. Но ушел именно потому, что увидел сферу социальных проблем. Я увидел семьи, которые не видят хлеба каждый день. Дети по очереди ходят в школу в обуви. Понимаете, здесь ценность деньгам пропала. Я решил, что очень много полезного можно сделать для людей, помогая им в социальных проблемах. И мы в то время уже пропагандировали здоровый образ жизни для детдомовских детей через лекции Жданова о вреде алкоголя, наркомании, абортов, курения. Вот все с этого начиналось. На фоне всей этой работы по Омской области мы увидели больных детей. И мы увидели больных детей, которым уже не помогает никто. То есть ребенку поставлен неизлечимый диагноз. И медики говорят, мы ничем не можем помочь вам. И очень много в таких случаях запущенных состояний болезни, из которых бы ребенок мог выкарабкаться, но родители этого не знают. И ребенок не получает никакой поддержки, никакой реабилитации, никакой корректировки лечения, приема препаратов. И ребенок уходит из жизни. Мы просто сейчас видим и стараемся уже убеждать родителей, что ребенок, который потерял рефлекс глотания, его все равно можно накормить. И у нас на сегодняшний день около 30 детей. Нами гастростомировано, установлены гастростомы. И родители нам безмерно благодарны, потому что дети получили вторую жизнь. И мы помогаем очень много в обеспечении жизнеподдерживающим оборудованием такие семьи. Сейчас у нас есть выездная команда, выездная служба палеотивной помощи. Мы курируем более 250 семей, в которых есть тяжело больные дети. 104 ребенка палеотивные. Это неизлечимо больные дети. Но в этих 104 детях есть солидное число, порядка 60 детей, которым, дав хорошую реабилитацию, предоставив возможность реабилитироваться, эти дети могут прожить еще несколько лет. И при этом они не будут так мучиться и умирать в боли, в страданиях. Мы как бы изыскиваем всяческие возможности, чтобы помочь ребенку. Ищем возможности в клиниках на федеральном уровне, на международном уровне. Находим клиники профильные, консультируемся с врачами. В Омске был создан медицинский экспертный совет при Минздраве. И сейчас у нас есть филиал в Германии. Очень много детей лечатся через нашу немецкую радугу, наших омских детей. Но это нам дало возможность посмотреть культурный уровень палеотивной помощи в Европе. И я стал присматриваться, какие хосписы там. Я случайно попал в хоспис в Голландии. Вот такой хоспис я хочу в Омске. Мы посмотрели большое количество объектов недвижимости у нас в Омском регионе. где смотрели и подъездные пути, и отдаленность от города, и наличие хвойного леса, и наличие водоема. И когда мы пришли сюда, мы поняли, что это тот объект, который мы ищем. Вот практически на этом же месте мы и стояли и разговаривали с собственником этого здания, который говорил, что для реконструкции нужно будет сделать вот это. И это 14 миллионов – это была объявленная сумма сметной стоимости реконструкции старого здания. Собрав эти деньги, мы не открылись. Собрав эти деньги, мы начали исследовательские, инженерные работы. И нам сказали, ребята, если вы на отстроите, это все завалится. И у нас не было другого выхода, как эту финансовую нагрузку взять на свои плечи. Этот объект на сегодняшний день нам обошелся в 84 миллиона. И в этих деньгах только 5 миллионов 700 тысяч – это сумма президентского гранта. Очень много детей ждут, и очень много детей сегодня готовы зайти сюда. Единственный момент – это лицензия. Вот это у нас такой самый радостный, наверное, зал для детей. Это зал физкультурно-музыкальной терапии. Этот кабинет специально оборудован принадлежностями для сенсорики. Это световой песок. Все это готово, все это ждет детей. И когда здесь дети бывают на наших мероприятиях, здесь, конечно, уже все это протестировано, пропробовано. Вот это как раз одна из комнат, где ребенок может находиться с мамочкой или даже с мамой и папой отдельно в своей кроватке. Кроватка оборудована, она сделана из натуральной древесины по чертежам, которые я привез из Германии, вот из детских хосписов. Она трансформируется, лежанка полностью под спинку, под головку, под ножки. Она вся трансформируется. Ну и вот эти вот безопасные дверцы через стекло с видеокамерой, с оборудованием необходимым. Кислородный концентратор здесь, отхаркиватель. То есть полный комплект оборудования, которое необходимо будет для тяжелого ребенка. Ну вот вторая комната, тоже уже для подростка, тоже с необходимым оборудованием, числородный концентратор. Ну и тоже мамочка может находиться с ребенком в этой комнате. Я долго искал ответ на этот вопрос, зачем мне это надо. Вот сталкиваясь с такими прямо трудностями, от которых хочется отвернуться, закрыть глаза, уснуть, забыть, а иногда даже не просыпаться, я понимаю, что если я это брошу, то ситуация, скорее всего, не решится вообще. И осознавая это, мне хочется все-таки по новой посмотреть на ситуацию, найти какие-то силы, найти какие-то нестандартные решения и все-таки завершить. Ну и я стал замечать, что это черта характера, что все очередные трудности, они только побуждают к новым попыткам взяться заново и сделать лучше. Это очень большой ресурс, когда твои близкие люди, когда семья, когда родители, когда друзья на твоей стороне. Это очень большой ресурс. Я по натуре индивидуалист, максималист. Свой энерджайзер я нашел в даче. Я люблю копаться с землей, я люблю цветы. У меня много цветов летом на участке, у меня много цветов в доме. И первым делом, когда я приезжаю, это занятие, которое отвлекает от всего. Я знаю, что наш пример научил многих бескорыстной доброте. Очень радостно и приятно, когда в новогоднюю ночь у меня просто не замолкает телефон от смс-ок, от родителей, от тех родителей, которым мы могли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова